И вот, соответственно, дорогие друзья, что же получается, вот тут я по процентке писал, да, внедренного в жизнь. Так оказывается, что можно больше ста, если вы пророк, то вы уже и 200, и 300 процентов внедряете в жизнь. За счет чего спрашивается? Потому что это новое знание, оно не подчеркнуто откуда-то из книжек, чужое. Как говорится, чужое знание, чужую методику использовать, это все равно быть вторым, как бы, не дорасти. Это как, знаете, вот, кто первый бегут вот через сад с красивыми фруктами, они срезают, срывают самые первые фрукты, там самые сочные, да, за ними бегут следующий поток, там, они похоже срывают. Потом бежит следующий поток, они срывают то, что, ну, еще недозрелое, да, какой-то сырой, вообще отрава, может быть, не то, что-то срывают. И те, кто последние бегут уже, как бы, уже, понимаете, знания получают вторичные, третичные, там, пятеричные, десятиричные, кто последние бегут, то, что осталось после первых, ну, что, они съели, опорожнились, и последние просто по говну, грубо говоря, скользят уже, они уже не получают этих знаний, понимаете? Поэтому многократно проходить вот этот путь снизу вверх, это очень тяжело, и, соответственно, в редких, редких случаях вы дойдете, там, до 99 процентов внедрения. Но есть другой путь, когда мы энергетически завязаны с ноосферой, с высшим сознанием, да, и мы получаем больше знаний, во-первых. Во-вторых, они новые, они внедряются здесь в жизнь через ваших учеников. Ваши ученики его распространяют, плодят по жизни. Как вот Ошу, например, делал, знаете, да? Он сам, например, ничего не писал, никаких книг, ничего не снимал видео. Это все делали его ученики, они за него распространяли эти знания по всему миру. Почему проходит такой большой процент? Потому что в мире, мир построен голографически, есть такое понятие голографическая реальность Вселенной. Наш организм построен голографически. Голографически это значит, он применяет формулу золотого сечения. Слышали такое? Но я подробно не буду про это рассказывать. Знакомый, да? Числа Фибоначчи. По этим числам строится логарифмическая спираль. Если есть некоторая вот ось, да, то вот мы сначала единичку получаем, еще единичку, потом двоечку, потом троечку, 5, 8, 13, 21. И наша спираль разворачивается больше, больше, больше. Это применимо в архитектуре, еще во многих местах. Пирамиды даже построены по этой схеме, то есть они расположены в этих угловых зонах. Те пирамиды, которые в Египте, в пирамиды Гиза, да, и сфинкс расположены тоже по вот этой оси. И, соответственно, знания, которые мы получили, вроде бы там на единичку, они потом утраиваются, потом удесятияются, у пятидесятияются. И поэтому вполне реально 300 и 200 и 500 процентов принести, ну, как бы в следующую, получается, по логарифмической спирали, это 500 процентов. Было 100 процентов. Шаги по логарифмической спирали. Один, сто, два, три, пять. Дальше там 800 идет. Это уже зашкаливает. Тогда уже не будем заглядывать. Так что это вполне реально. Это вполне, понимаете, возможно. Как это сделать, мы также расскажем в нашей школе Альфа-Топ. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь к нам, приходите на наши тренинги и получайте, внедряйте в жизнь как можно больше всего нового. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok